После введения новых кодексов, которые вступили в силу в 2019 году, оперативники милиции не могут полноценно выполнять свою работу. Об этом сказал ветеран ОВД Морзабек Исмаилов. По его словам, необходимо вернуть оперативникам право на проведение негласных мероприятий, чтобы они могли самостоятельно раскрывать преступления. Все оперативные работники, как прежде сказано было, они сейчас просто выполняют отдельные поручения следователя, прокурора и других процессуальных работников. Мы пришли, чтобы по новому проекту, чтобы статью 37 и 39, чтобы ввели норму проведения оперативных негласных мероприятий вне поручения следователя, вне поручения прокурора. Чтобы они самостоятельно проводили оперативную работу. Как сообщила группа ветеранов ОВД на пресс-конференции, на сегодняшний день сотрудники оперативных подразделений ограничены в своих полномочиях. Их роль в уголовном судопроизводстве заключается в охране места происшествия, выполнению следственных поручений, специальных следственных действий, конвоированию задержанных лиц. По мнению ветеранов ОВД Иркина Исиналиева, разрешив оперативно-розыскные мероприятия, можно было предотвратить, например, похищение, убийство Айзады Ханатбековой. Это Тенгсбек, да, он ранее был трижды судимый. И прибыл не просто так на территорию Кыргызстана, он был депортирован. И оттуда пришло бы уведомление, здесь бы наш сотрудник уже взял на учет. То есть мы бы был котлет, и с ним проводились бы какие-то нормальные вот такие вот профилактические беседы проводились бы. Он был бы под колпаком, как говорится. В действующем УПК, принятом в 2019 году, вопреки здравому смыслу, сотрудники оперативных подразделений всех правоохранительных органов лишены права самостоятельно предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, в том числе проводить оперативно-розыскные мероприятия. Ранее, согласно закону гражданина, находящегося в заключении за границей, за месяц перед освобождением узнавали, где он будет проживать и чем далее будет заниматься, вследствие чего он находился под контролем сотрудников ОВД. Также было отмечено, что прикрываясь декларативными лозунговыми призывами о повышении качества уголовного судопроизводства и защиты прав граждан, в настоящее время происходит обезличивание и уничтожение оперативно-розыскной деятельности, как одно из действенных механизмов противодействия преступности. Такая модель предварительного расследования дискредитировала себя и не отвечает интересам защиты граждан. На сегодняшний день государство озабочено защитой прав и интересов преступников, но при этом упускает из виду защиту лиц, пострадавших от преступления и то, что их в первую очередь необходимо защищать и поддерживать, а не лицо, переступившее закон. В заключении ветераны отметили, что оперативно-розыскная деятельность – это фундамент, на котором держится всё предварительное следствие. В этой связи ветераны уверены, что она должна быть самостоятельной частью предварительного следствия, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности граждан.